Всем привет! Сегодня такой прекрасный январский денёк. Мы приехали немножко прогуляться, посмотреть достопримечательности Бухареста. Сейчас идём смотреть Дворец Правосудия. Оставайтесь с нами! Сейчас мы приближаемся ближе к Дворцу Правосудия. Дворец Правосудия – одно из красивейших зданий Бухареста. Это здание построено в неоклассическом стиле в конце XIX века. Оно находится на берегу реки Дымбовицы. Первый кирпич здания был заложен королём Румынии 7 октября 1890 года. На сегодняшний день здесь проходит заседание Бухарестского апелляционного суда и суда V сектора. Во дворце существует 690 комнат. Общая площадь 33 тысячи метров квадратных. Последняя реставрация была проведена в 2003-2006 годах. В ходе реставрации было снесено 34 тысячи квадратных метров пола, который заменили железобетонной конструкцией. Фасад здания отделали по технике гаммаж, а внутри установили новые дубовые полы, деревянные двери и мебель. Проходим мимо таких домов. Они построены во французском стиле. Вот это вот необычно, если присмотритесь, такие вот необычные квартиры. Очень красиво смотрятся. А дальше парламент Бухареста сейчас вот мы идем. Мы уже подошли поближе к парламенту Чаушеска. Конечно, масштаб не передает, но это такое огромное здание. Это вообще очень большое. Здесь вот колесо без зрения есть. Приехали еще посмотреть такую вот достопримечательность. Эта достопримечательность называется дворец Крицулеску. Этот дворец возведен в начале 20 века. Над его проектом работал румынский архитектор Антонеску. Здание выделяется на фоне других построек столицы. Своей красотой с чертами готики и стилем барокко. Оно находится вблизи парка Чешминджиу. Дворец был отремонтирован в 2003 году. Здание принадлежит сегодня Министерству образования и не открыто для общественности. Идем дальше. мои мальчишки. Что там, парк? Это парк большой. Чирджи Шио как-то так называется. Какой-то красивый. Наверное, сюда много людей приехали. Мы приехали посмотреть еще одну достопримечательность. Триумфальная арка. Вот у меня за спиной. Триумфальная арка одна из самых знаковых достопримечательностей Румынии, воздвигнутая в Бухаресте в честь борцов за независимость страны. В первый день зимы у ее основания проходят военные парады в честь национального праздника. Особенно роскошно арка выглядит в ночное время. Арка сделана из камня, а ее фасад украшает множество скульптур. Триумфальную арку можно зайти даже вовнутрь. Представляете, сейчас закрыто и можно подняться на берегу. Вот же что-то, даже не вентиляция в продвину, а там внутри. Вот это интересно! Очень интересно! Очень интересно! Все, может, в следующий раз можно зайти? На этом наше видео мы будем заканчивать. Всем пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Кому понравилось наше видео, ставьте лайки! Мы еще будем ходить на разные экскурсии и показывать интересные видосики! Всем пока! Всем пока! Пока-пока!